В прошлой серии дневников мы рассказали об искусственном интеллекте. В этот раз подведём итоги прошедших тестов и расскажем, какие важные изменения уже произошли с калибром. Альфа-тестирование длится уже пять месяцев. За это время разработчики с помощью пяти тысяч игроков проверили и улучшили технологии, а также внесли существенные изменения в игровые механики. Альфа-тестирование проходит так. Разработчики готовят версию, в которой планируют проверить свои гипотезы. Игроки играют в неё. Затем пишут впечатления и отзывы на форуме. Но в таких сообщениях обычно очень много эмоций. Все игроки приходят со своим игровым опытом и своими ожиданиями от калибра. Если не соответствует, то нате разрабы, ловите разгромные посты на форуме, о том, чем это хуже всех игр, в которые я играл. И наоборот, если ожидания совпадают, игрок именно этого хотел, у него получается играть, он получает удовольствие, то мы, конечно, получаем позитивные посты. Типа, ребята, так держать, всё классно, мне всё понравилось. Дальше идёт «но», и там вот это всё равно поправьте, но типа классно. Чтобы получить объективную обратную связь, разработчики рассылают анкеты через несколько дней. К этому моменту эмоции уходят. И игроки помнят только самое важное. Что им очень понравилось или что им сильно мешало играть. И мы очень переживали, что мы не сможем адекватно получать информацию, потому что обычно довольно мало людей участвует в таких опросах. Нам повезло, и ребят, кто играл в Альфу, вы лучшие, потому что, ну там почти 80% игроков заполняло эти анкеты. И это феноменальный результат. Так, благодаря обратной связи от игроков, разработчики отказались от контейнеров. Теперь прогрессия не зависит от случая и стала более понятной. Чем больше играешь выбранным оперативникам, тем быстрее открываешь новые возможности и улучшаешь его экипировку. Другое важное изменение — стрельба. Первые альфа-версии игроки сказали нам, что стрелять у них получается, они попадают во врага, но не получают удовольствие от стрельбы. И нам пришлось задуматься, это очень такой непростой фидбэк. Не получают удовольствия. О чем это? Что это значит? Мы проверили, технически все работало хорошо, но тем не менее, вот такой отзыв. Поэтому ко второй альфе мы принципиально практически полностью переделали то, как себя ведет оружие. Мы увидели более позитивный отклик. То есть игроки нам сказали, да, ребят, так лучше. И мы воодушевились, обрадовались о том, что все классно. Буквально со второй попытки мы нашли то, что хотели. Но потом наступила третья альфа, и это был кошмар. Это были самые негативные отзывы, которые мы получили. Тут мы, конечно, были в определенном шоке таком. Как такое получилось, если мы видели, что все развивается позитивно, положительно, и вдруг такая проблема. Пришлось собраться, немножко полуноваться, переделать техническую часть, чтобы она соответствовала визуальной, и выпустить четвертую альфу. И, конечно, когда она началась, мы там буквально смотрели форум. То есть какие там будут появляться сообщения. И все очень здорово получилось. И в конце четвертой альфы нам ответили о том, что это лучший момент, которого мы достигали. Многие игроки также отмечали, что им не нравится анимация. Разработчики намеренно использовали упрощенный вариант. Чтобы сделать хорошую анимацию, нужно знать точную скорость, с которой будут двигаться персонажи. Одна из задач первых этапов альфа-тестирования как раз и была — найти эту скорость. Теперь, когда у команды Калибра есть эти данные, она приступает к работе над новой анимацией. Будет переделан интерфейс. Он станет понятнее и удобнее. Новому игроку будет проще разобраться, что к чему. Разработчики продолжат работу и над искусственным интеллектом. Его вообще планируют постоянно улучшать. И на этапах тестирования, и после релиза Калибра. Кроме этого, сейчас ведется большая работа, что называется, под капотом. Оптимизируется код игры. Дорабатываются различные сервисы. Ведется работа над оптимизацией. Эти изменения позволят в будущем ускорить разработку. На все это понадобится больше времени, чем обычно. Поэтому следующий этап альфа-тестирования запланирован на середину лета. И разработчики усиленно к нему готовятся. А помогают им в этом большой объем обратной связи и поддержка игроков. Анализируя результаты того, как игроки играли, мы нашли группу игроков, которая за выходные сыграла больше 150 боев каждый. И это тоже удивление было, потому что мы думали, что альфа-версия содержит массу ошибок, проблем, нефинальное то, нефинальное и все. Тем не менее, оказалось, что игрокам игра нравится уже даже в этом состоянии. И это, конечно, большая награда и за нашу смелость, и за нашу работу. Спасибо, ребята. Следующий этап альфа-тестирования будет длиться уже больше недели. И для его проведения разработчики пригласят много новых игроков. Если вы еще не оставляли заявку на участие в альфа-тестировании, сделать это можно на сайте kalibr.ru. В следующем выпуске мы расскажем об игровых условностях и реалистичности в калибре. А пока ждем ваших комментариев на форуме и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин